Добрый вечер, мы снова вместе и снова с рассказом о самых важных событиях уходящей недели в студии Екатерина Абрамова. Ну, конечно, не выборы стали главной темой переговоров о двусторонней связи. В Истане прошло сразу два российско-казахстанских форума регионального сотрудничества и это впервые бизнес-форум. О чем договорились стороны и как президенты сходили в кино, знает наш корреспондент Максим Драгнев. Астана так разрослась, что кто-то из гостей не узнает город, как второй Сингапур. То тут, то там вырастают новые жилые кварталы и бизнес-центры. Где, как не здесь, обсуждать планы на будущее? Владимир Путин прилетел сюда с большой компанией чиновников и предпринимателей. Ваша инициатива проведения бизнес-форума, в котором принимают участие 900 человек, вы сказали, с нашей стороны делегация 400 человек. Это очень солидный десант. Десант, но с мирными целями. Хозяин форума Нурсултан Назарбаев сходу заявил, российских предпринимателей в Казахстане ждут с распростертыми объятиями. Вкладывая в экономику Казахстана, российский бизнес будет находиться почти в домашних для себя условиях. Мы это сделаем. Мы, Казахстан, выбираемся из положения сырьевой экономики. Зависеть от сыря, похоже, не нравится ни Астане, ни Москве. Президенты признали. В последнее время торговать друг с другом стали меньше. На треть. Тут и санкции, и дрожающая валюта. Владимир Путин призвал вернуть торговые отношения на прежний уровень и даже указал направление. Прямо, по коридору. Строительство крупных транспортных коридоров обеспечит условия для ускоренного экономического роста, откроет новые возможности и для развития регионов, позволит повысить их инвестиционную привлекательность, активизировать межрегиональную кооперацию, создавать будут дополнительные рабочие места. Коридором станет Великий Шелковый Путь. Дорога дальняя. Из Китая через Казахстан в Западную Европу. Цель – перетянуть грузопотоки из Азии, чтобы деньги не утекали мимо. Масштабный проект включит в себя железные автомобильные дороги и через три года сократит путь товаров почти в четверо до десяти дней. Причем свой участок шестиполосного бана Казахстан вот-вот закончится. Это почти 2800 километров. И караваны, фуры с Китая пойдут дальше, на север границы с Россией. Поэтому, кажется, нет сомнений. Казахстан закончит свой участок нового шелкового пути в срок. А как с российской стороны? Составная Казахстана построили дорогу. С нашей стороны, к сожалению, пока нет. И пункты пропуска еще являются достаточно узким горлышком для того, чтобы работать так, как мы могли бы работать в полную силу. Но вот все это и предстоит нам не только обсуждать, но и решать совместно. Слагаемые совместного решения такие. 900 российских и казахстанских бизнесменов плюс два президента. Под одной крышей Дворца независимости. У стран вообще много общего. 6,5 тысяч совместных предприятий. Но тут на форуме выяснилось. Астана кое-где и фору даст. В рейтинге Всемирного банка Doing Business Казахстан занимает 18 место среди 189 стран мира. Ну, скажу, что Россия занимает 47 место. Хоть в чем-то мы должны. В итоге соглашение подписали на 3 миллиарда долларов. Еще 60 проектов в разработке на 20 миллиардов. Тут и сырье, и совместная транспортная система, горнорудные контракты. Продолжить общение решили на патриотической ноте. Первые лица первыми увидели российско-казахстанскую ленту 28 панфиловцев. Воины Красной Армии. Враг рвется к Москве. Сегодня, затаив дыхание, на нас смотрит весь мир. Собранная в городах Алматы и Фрунзе стрелковая дивизия стоит за столицу большой страны. Тем символичнее бюджет фильма. Собирали деньги через интернет. Модное слово, краудфандинг. Больше всех пожертвовали россияне и казахстанцы. Спецэффектами нынче никого не удивишь, а какими-то настоящими героями, настоящими какими-то речью, репликами, хорошими диалогами это встречается гораздо реже. И мы, как мне кажется, попали в сердце. Картина Андрея Шалёпа стала крупнейшим краудфандинговым проектом в истории российского и казахстанского кино. И лидеры оценили погружение в историю как напоминание. В непростое время лучше быть вместе. Максим Драгнев, Эльнур Томиндаров, Мария Солопова. Программа «Вместе». Астана, Казахстан. Вот такое минувшую неделю увидели наши корреспонденты, редакторы, операторы. Мы же с вами прощаемся. До следующего воскресенья. Всего доброго. Вместе интересно. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok